Больше практики и возможностей Магнитогорский технический университет приглашает выпускников девятых классов. В стенах вуза открывается проектная школа. В ней ученики будут углубленно изучать физику, информатику, математику. Прием в школу уже начался, что необходимо для поступления. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. Здесь мы получаем электрический заряд, достаточно большой, и напряжение достаточно высокое. Электрофорная машина, модель парового двигателя, установка по определению постоянной планка – это лишь малая часть современного оборудования для изучения физики. По словам преподавателей, с такими возможностями познавать сложную науку станет увлекательней и интересней. В процессе обучения у нас будет очень много экспериментальных работ. У нас достаточно для этого оборудования по всем разделам физики. И количество лабораторных работ, которые мы планируем проводить, оно, конечно, отличается от обычного курса средней школы. Главный вопрос, который мы будем задавать с учениками в процессе обучения, это вопрос «почему?» Почему самолет летает по воздуху? Почему трава зеленая, а небо голубое? Углубленно будут изучать не только физику, так же информатику и математику. Пока предметы технологического профиля. Но самое главное, школьники смогут воплощать идеи в проекты. У каждого ученика будет преподаватель-тьютер и бизнес-наставник. Мы планируем взаимодействовать с ведущими предприятиями города, в том числе и бизнеса, и организовывать проекты, связанные с их непосредственной деятельностью. Предприятия предлагают нам темы для проектов. И мы с нашими детьми, подключая студентов, которые уже владеют некоторыми компетенциями, будем работать над проектами. Школьные уроки будут проходить в просторных и светлых кабинетах. В них есть необходимая техника и оборудование. Компьютеры, интерактивные доски, мобильные парты для зонирования пространства. Для изучения предметов используются современные технологии. Молочные данные указывают на то, что Земля образовалась из солнечной туманности около 4 миллиардов 540 миллионов лет назад. Обучение в школе бесплатное. Набор уже начался. Заявление принимают от выпускников девятых классов. Их ждет конкурсный отбор и собеседование. При поступлении учитываются индивидуальные достижения и хорошие оценки. Модель предуниверсария работает очень успешно в крупных вузах России, зарубежья. И, конечно, мы не могли остаться в стороне от проблем подготовки школьников к обучению в университете. Высокие результаты ЕГЭ, хорошая, естественно, научная подготовка, проектная деятельность. Все это как раз-таки элементы нашей модели обучения. Звонок на урок для учеников в новой школе прозвучит 1 сентября. За партой сядут 25 учеников. Подробную информацию о проектной школе можно получить на сайте МГТУ. Ольга Сухоплюева, Александр Макаров, телекомпания ТВИ.